Божьи слова на каждый день Сатана вновь искушает Иова. Лютая проказа покрывает все тело Иова. А. Слова, сказанные Богом. И сказал Иегова Сатане, Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как Он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. Иов, глава 2, стих 3. И сказал Иегова Сатане, «Вот Он в руке твоей, только душу Его сбереги». Иов, глава 2, стих 6. Б. Слова, сказанные Сатаной. И отвечал Сатана и Иегове и сказал, «Кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя». Иов, глава 2, стихи с 4 по 5. В. Как Иов разбирается с данным испытанием? И сказала ему жена его, «Ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». Но он сказал ей, «Ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Иов, глава 2, стихи с 9 по 10. «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек». Иов, глава 3, стих 3. Любовь Иова к пути Божьему превосходит все остальное. Вот как Писание документально передает разговор, состоявшийся между Богом и Сатаной. «И сказал и Егова Сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». Иов, глава 2, стих 3. В этом диалоге Бог еще раз задает Сатане тот же вопрос. Этот вопрос показывает нам положительную оценку Богом и Еговой того, что продемонстрировал и воплотил Иов во время первого своего испытания. Оценку, которая не отличается от той, которую Бог дал Иову до того, как тот подвергся искушению со стороны Сатаны. То есть до того, как на него обрушились искушения, Иов был непорочным в глазах Бога, и поэтому Бог защищал его и его семью и благословлял его. Иов был достойным благословений в глазах Бога. После искушения Иов не согрешил устами своими, из-за того, что потерял свое имущество и детей, но продолжал восхвалять имя Иеговы. Такое поведение Иова заставило Бога аплодировать ему наивысшим образом и по достоинству оценить Иова. Ибо в глазах Иова потери его потомства и имущества не были достаточным основанием для того, чтобы отречься от Бога. Другими словами, место Бога в сердце Иова не могло быть занято его детьми или каким-то имуществом. Во время своего первого искушения Иов продемонстрировал Богу, что его любовь к Богу, его любовь к пути, исполненному богобоязненности и удалению от зла, превосходили все остальное. Просто это испытание принесло Иову переживание получения вознаграждения от Бога и Иеговы и утраты его имущества и детей, которые Бог забрал у него. Для Иова это было настоящее переживание, которое начисто омыло его душу. Это было крещение жизни, наполнившее его существование. Более того, это было роскошное пиршество, которое испытало его послушание Богу и его богобоязненность. Это искушение в корне изменило положение Иова, превратив его из богача в человека, не имеющего ничего, а также дало ему возможность на собственном опыте пережить издевательство сатаны над человеком. Обнищание Иова не заставило его ненавидеть сатану. Скорее, в буйных поступках сатаны он увидел омерзительность и низость сатаны, а также его враждебность и предательство Бога. И это еще больше побудило Иова неизменно твердо придерживаться пути богобоязненности и удаления от зла. Он поклялся, что никогда не отречется от Бога и не отвернется от пути Божьего из-за внешних факторов, таких как имущество, дети или родственники, что никогда не станет рабом сатаны имущества или другого человека. Помимо Бога и Еговы никто не мог быть его Господом, его Богом. Таковы были чаяния Иова. Если же посмотреть на это искушение с другой стороны, Иов также кое-что приобрел. Среди испытаний, отпущенных ему Богом, он получил великие сокровища. В течение нескольких предыдущих десятилетий своей жизни Иов созерцал деяния Иеговы и получал благословения Бога Иеговы. Благословения были такими, что Иов чувствовал себя ужасно неловко, чувствовал себя в долгу, так как считал, что ничего для Бога не сделал и при этом получил в наследство такие великие благословения и наслаждался такой огромной благодатью. По этой причине в сердце своем он часто молился, надеясь, что сможет отплатить Богу, надеясь, что у него будет возможность свидетельствовать о деяниях и величии Бога, надеясь, что Бог подвергнет испытанию его послушания и что вдобавок его вера будет очищена, пока его послушание и его вера не заслужат одобрения Бога. И когда испытания выпали на его долю, Иов верил, что Бог услышал его молитвы, Иов ценил такую возможность больше всего, и поэтому не посмел относиться к ней легкомысленно, ибо таким образом могла исполниться мечта всей его жизни. Появление такой возможности означало, что его послушание Богу и его богобоязненность могли быть подвергнуты испытанию и пройти очищение. Более того, это значило, что у Иова был шанс заслужить одобрение Бога и таким образом приблизиться к Богу. Во время испытания такая вера и такое стремление позволили ему стать более совершенным и лучше понять волю Бога. Иов стал еще более благодарным за Божье благословение и благодать. В сердце своем он еще больше восхвалял Божьи деяния, стал еще более богобоязненным и исполненным благоговение перед Богом и еще больше возжаждал красоты, величия и святости Бога. При этом, хотя Иов и оставался в глазах Бога тем, кто исполнен богобоязненности и удаляется от зла, но что касается опыта, веры и знаний Иова, они возросли не по дням, а по часам. Его вера усилилась, его послушание обрело устойчивость, а его богобоязненность стала еще глубже. И хотя это испытание изменило дух Иова и его жизнь, такие изменения не удовлетворили Иова, как не замедлили они его продвижение вперед. Высчитывая, что он приобрел в результате этого испытания, а также рассматривая свои собственные недостатки, Иов спокойно молился, ожидая, когда на него обрушится следующее испытание, так как стремился к тому, чтобы его вера, послушание и богобоязненность возвысились во время следующего Божьего испытания. Субтитры создавал DimaTorzok